Всем привет, дорогие мои! С вами Кононова Анна и велюровая коллекция. Ну, конечно, не только. Я еще покажу, что я заказала. Кое-что расскажу вам про вид новинки первого периода. Ну, а пока топ из велюровой коллекции. Их очень долго не было на складе, и я не заказывала, потому что один-два смысла нет было заказывать. Вот они появились все вместе, и я решила их заказать. Так, сейчас на мне топ велюровый на широких бретельках, цвет бордовый, размер XL, состав 90% полиэстер и 10% спандекс. Отделка 100% полиэстер. Ну, что я могу сказать? У меня такое ощущение, что он большимерит, потому что я заказала, получается, XL, и вот тут в этих местах он не великоват. Но на самом деле я почему-то эту коллекцию не хотела, но после того, как я примерила этот топ, он мне понравился. Не знаю почему, но мне кажется, что он мне очень даже идет, подходит. И еще, знаете, что мне в нем понравилось, то, что он идет свободный, и он не выделяет недостатки, даже если они есть, он идет не в обтяжку. Конечно, очень хочется попробовать теперь L и посмотреть, как он будет на мне, будет ли вот это вот так же свободно, да, то есть видите, сами тут вот так вот, будет ли так же свободно. Но на самом деле очень приятная штучка. Далее на мне точно такой же топ с таким же составом, размер XL, но артикул 603-133, и цвет у него идет синий. Посмотрите, как классно синий переливается, просто суперски мне очень-очень нравится. Ну, конечно, все эти изделия мне показались с оберушками, но с другой стороны, они легко чистятся любым валиком, это мы уже попробовали, и хорошо переносят стирку, потому что вот эти велюровые штаны, которые сейчас на мне из прошлого обзора, уже постираны при 30 градусах, с деликатным порошком, все такое прочее, но с ними все в порядке, ничего не случилось. То есть вот меня круто спрашивают, будут ли они сыпаться и так далее. Нет, все отлично со штанюшками. Топ изумрудный, размер также XL, обычный топик, ну, как вы видите, вот на свет вам больше видно, что он не великоват, да, то есть вот мне кажется, что если я закажу размер L, будет очень даже неплохо. Далее, такой вот симпатичный, мне очень нравится этот крой, очень красивый топ, нравится очень-очень, цвет синий, размер XL, топ велюровый на тонких бретельках. Бретельки регулируются, это очень хорошо, сам по себе он немножечко тянется даже, в принципе, и предыдущие тоже тянулись хорошо. В принципе, мне нравится вот это вот, да, потому что бретельки подтягиваются, я уже могу видеть, что у меня все, что не нужно, все, что мне не нравится, да, если в том топе было не отрегулировать, оно было закрыто, то в этом топе все закрыто аккуратненько, потому что высота очень важна. Значит, тут идет точно-точно такая же вставочка, получается 100% полиэстер отделочка, а сама ткань 90% полиэстера, 10% спандекс. Еще один такой вот черный топик, вы знаете, мне почему-то нравится черный цвет, даже из-за того, что он не великоват, но прям хочется его себе оставить. Что-то в последнее время меня на черное потянуло. Топ велюровый тоже на тонких бретельках, цвет серый, размер XL, только вот, знаете, мне кажется, что этот цвет мне даже больше. идет, чем синий, очень красивый, и он под все подойдет, особенно под пиджак, будет просто великолепно. И, конечно, регулируемые бретели решают все вопросы. Вот такая девочка у меня. Это мама вместо работы гладит кошку, посмотрите. Вот такая у меня девочка. Посмотрите на нее. Вот такая у меня девочка. Да. Топ велюровый на тонких бретелях 603,079, размер XL, очень понравилось, особенно черный с черным, сверху любой пиджак, даже красный, синий, зеленый, любой. И получится очень красивый образ. Женственный, приятный, мне это понравилось прям. Черный самый-самый классный. Изогрудный на тонких бретелях, тоже супер класс, 603,091, все в размере XL, все идут в размере XL. Нравится, с удовольствием оставляю. На толстых бретельках они мне великоваты, хочу попробовать черную, заказать размер L. А так, в принципе, все здорово. Это то, что я ждала дольше всех. Эта кофта просто бомба. Вы посмотрите, какая она классная. Длина рукава идеальна. Капюшон идеальна. Карманы тоже идеальна. Фигурку выделяет здорово. Длина тоже слегка чуть-чуть. Вот остается немножко попы, тоже скрывает хорошо. Свежий цвет. И вот тут вот идет такой вот фигрушка серебристый. Это тоже очень клево. Мне она нравится безумно. Артикул этой красоты 861,711. Размер XL. Он идет размер-размер. Ну, знаете, единственный, наверное, недостаток, то, что она слишком теплая, сейчас я вам покажу внутренность, 80 хлопок, 20 полиэстер состав. И она очень теплая. Знаете, у нас с вами есть колготки с начесом, вот, которые я в этом же заказала, и на ней отлично смотрятся. Весь ТД. Так вот это слегка плотнее. И вот тут такое, что-то типа такое пушистое, мягкое, очень приятное. К телу абсолютно не колется. Тянется плоховато, кстати. Плоховато тянется. Вот, низы изделий, да, низ рукава в форме резиночки. А тут просто нашитая ткань резиночки уже снизу нет. Ну и давайте посмотрим, как смотрится капюшон. Капюшон обычный, он идет без завязок. Ну и, знаете, я обычно капюшон использую просто, чтобы он сзади висел. Я его очень редко одеваю, если честно. Мне вообще без разницы, с капюшоном, кофтой или без. Вот. Ну, в общем, такая вот красота. Ну что ж, дорогие мои, сейчас мы с вами перейдем к обычным съемкам со стола. И я вам буду показывать, что я заказала в Викусе. А вы, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал и обязательно напишите, какой цвет из белюровой коллекции мне идет больше всего. Мне это очень важно. Да и вам не сложно. Ну что ж, поехали с вами далее. Конечно же, конечно же, вот во что я одела свою дочку. Итак, это у нас с вами артикул 861-184, ростовка 140-146, состав 100% хлопок. По идее, это домашние штаны. Да, вот сейчас вы сбоку видите, как Викуска в них наяривает. Вот я вам, значит, показываю в увеличенном виде. Вот так вот они, да, фаберлик, тут логотипчик и вот такой вот начосик. Но они не плотные, они не толстые. По идее, это домашние штаны, но, если честно, дорогие мои, я их не использую как домашние. Так, вот еще аннотацию забыла вам прибавить, да, я их не использую как домашние, а мы на них ходим на ЛФК, УРФК и так далее. В них очень-очень удобно заниматься спортом. Они до такой степени комфортные, классные, но предыдущие нам уже стали короткие. Далее, такая вот кофточка тоже в Викусе идет. Хочу вам просто показать ее поближе, показать качество, показать все шовчики, чтобы вы уже понимали, если вы будете покупать своим детям такую, чтобы вы видели и знали. Тянется отлично, да, вот она, видите, как растягивается хорошо. Такая, что-то типа мини-мини лапши, да, не с изделия прямой, рукава прямые. То есть, вот такая вот красоточка с артикулом 526-034, размер 140, 95 хлопок, 5% волоста. Следующая кофточка цвет белый, размер 134, они почему-то немножечко большимерят, ребят, потому что 140-146, если на Викусе предыдущая модель была нормальна, то вот эта ей еще слегка великовато. Получается 95% хлопок, 5% волостан, артикул 527-275. Их две вроде бы одинаковые, но одна вот идет со стразиками такая вот, ой, без стразиков наоборот, вот с этим, с красным бантиком. Бантик, бантик, бантик пришит. Если кому-то не нравится, его можно раз отпороть и все. Но Вике он нравится. Состав тоже 100% хлопок, поэтому я прям счастлива такие покупать. Следующая вот идет со стразиками. Кстати, с предыдущей мы выросли, а стразики так и не отпали. Поэтому имейте в виду, они тут крепко приделаны, хотя на первый взгляд, да, на первый взгляд, такое ощущение, что не крепко, но нормально. Вот у нас не отпала предыдущая, все хорошо. Вот. Дальше, значит, тоже мы ее взяли с ростовочкой 134, потому что 140-146 была бы очень велика. 95 хлопок, 5% волостан. Она точно-точно такая же, как предыдущая. Тут, кстати, антирастяжки ни той, ни другой не вставлено, но горловина, она тут прошита плотным таким слоем, что вот такими волнами после первой и второй стирки она не становится. И мне вот это вот очень нравится, да, как вы видите, все очень даже хорошо. Следующее. Это идет термобелье для девочки леггинсы. Артикул 830-118. Размер 140-146. Слегка, слегка Вике длинноватый, но ничего страшного нету. Вика ростом вообще у нас идет 135-136 сантиметров, где как меряют, непонятно. Вот. Она идет с таким вот начосиком. Кожа дышит. То есть в помещении в них не жарко. Зимой, как под одевалочка, да, там под что-то, тоже получается не холодно. С носочками тоже очень-очень удобно. Вот это вот прошито вроде бы, да, но тоже тянется очень хорошо. В общем, мы их проносили два года предыдущие, и с ними ничего не случилось. Они слегка, может быть, где-то и скатались, но это было практически незаметно. Резиночка толстая. Вот мне что нравится аккуратно. Она не впивается в талию малыша. Это тоже очень-очень важно. 74% вискоза, 18% полиэстер, 8% эластан. Очень комфортные штанишки. Термобелье мне нравится. К сожалению, кофточки больше нет, и это жалко. Далее мы примерили только одну модель леггинсов. Вот с этим вот стигрушкой. Это абсолютная-абсолютная новинка. Хочу вам показать поближе. Ну, одну модель, потому что у Викуси, как обычно, не хватает терпения. Значит, я взяла с ростовкой 140-146, и вот тут они ей очень даже великоваты. Но мы все-таки решили ей оставить. Главное, чтобы ей было комфортно. По талии они нормально, они спадывают. Резиночка хорошо держится. Артикул 861-805. Состав 92% хлопок, 8% спандекс. Вот смотрите, они все одинаковые. Тут такая средняя тугости резинка. Они при натяжке очень сильной, немножко слегка просвечивают. То есть они такие прям тоненькие, комфортненькие. И по дому будет удобно ходить, и на физкультуру будет удобно ходить, и в садике ползать. Вообще великолепная просто штучка. Ну, вот вы видите, как они на Вике. Далее, точно-точно такие же черные. Вообще ничем не отличаются, только чисто черные. Артикул 861-800. Размер тоже 140-146. Мы уже их... Ну, я их, конечно, могу распечатать, но они такие, знаете, не сильно черные. Ну, вот в предыдущем обзоре я снимала кофту с велюровыми леггинсами, с кошечкой, да, на груди. Она прям серая была, да, такая черно-серая. Это нет. Эти почернее, чем та кофточка, но не чисто черная все равно, но прикольная. Прикольная, хорошая, тоже низ изделия прямой, ну, как, в принципе, и предыдущие. Далее, вот этот цвет мне очень понравился. Мне кажется, что он подо все подойдет. Над синими я думала оставить их или нет, а вот, потому что все-таки они великоваты, и я думаю, что троих должно хватить. Но вот этот цвет, он очень красивый. Он ко всему, да, вот ко всем кофтам, ко всему, знаете, такой кофейный, хороший такой, богатый оттеночек. Прям красота, реально красота. Значит, у него идет артикул 861-810. Состав все, размер идентичный предыдущему. Тоже вот эта вот, да, линеечка. Прям они хорошенькие. Все прошито хорошо, все идеально. Даже вот тут вот, видите, несколько тут швов прям между ножек, вот где рвется, вот прям крепко-крепко, хорошо прошиты. Ну и точно-точно такие же синие. Просто покажу вам цвет поближе, да, чтобы вы понимали, какой это оттенок. Это необычные синие, да, они такие какие-то пыльно-синие, красивые. Кстати, передаются, но ура, хорошо. Оттенок прям хорошо, идеально передается. Мне прям понравились. При вас вот распечатываю. Все великолепно. И так тянутся, и так тянутся. В общем, проблем нету. Артикул 861, 815 в размере 140-146. У каждого размера артикул свой, да, вы должны это понимать. У каждого размера свой артикул, поэтому то, что я называю, этот артикул соответствует только этому размеру. Вот, если вы захотите на размер больше или меньше, то у него уже будет другой артикул, к сожалению. Далее, знаете, я какое сделала открытие? Ну, тут сейчас вы сбоку увидите, как Викуся крутится в этих теплых леггинсах. Из хлопка. С артикулом 81517. Размер 1XS. 1XS. Они крутые. Они реально крутые. Тут, смотрите, да, 40-й вес 40 килограмм. Ростовка 145. Вот если взять покрупнее. Но я решила рискнуть и заказать для Вики. Потому что мы ходим с вами все в магазин. И нам всем кажется, что, ой, в магазине сейчас мы все ребенку найдем. Ну, вот знаете, я лучше у себя в Фаберлик закажу, потому что я знаю, что они прям супер класс. Они очень качественные. Они, видите, такие мягкие, хорошие. Ластовица. 54 хлопок. 38 полиэстер. 8% эласта. Мне прям все-все понравилось. С превеликим удовольствием заказала, да, Викусеньки. И не прогадала. Отлично, идеально сидят. И прям здорово. Ну, конечно, стирать их надо на 30 градусов. Они чуть-чуть, слегка, немножко длинноваты. Но для меня это, в принципе, не показатель. Потому что, ну, можно заказать, сделать стирочку на 30 градусов. И все будет великолепно. Почему бы и нет. Далее. Вот такие вот теплые колготки из хлопка 200 Дент. Сели на Викулю. Идеально. Она может быть там на одну десятую, да. Они ей великоваты. Но это вообще как бы ерунда. Тоже размер 1ХС. Артикул 80791. Вот такие вот хорошенькие, классные. Точно-точно такие же плотные, как леггинсы колготки. Только они идут, ну, как колготки, да, заканчиваются. То есть тут есть носочек. Что мне понравилось, почему вообще я решила поэкспериментировать и такие колготки прикупить на Вику. Потому что не только баллы, не только потому, что это фаберлик, но это качество, во-первых. Во-вторых, тут нет пяточки. И даже если они бы ей были по стопе велики, я бы их уже не смогла оставить. А так как тут нет пятки, у них получается размер ноги безразмерный. То есть на любую ногу, да, даже на самую маленькую, можно подобрать размер. Это здорово и великолепно, да. То есть тут такой вот посередине треугольничек. Если их сильно-сильно натянуть, они, конечно же, будут просвечивать. Да, вот видите, да, между ножек. Далее теплые колготки из хлопка 200D. Точно-точно такие же, только серый цвет. Серый цвет, очень красивый, классный. И, кстати, на них будет видно, да, уже вот этот вот начес. Будет даже больше понятно, что это такое. А, я думала, брак какой-то. И с чем это едят, да. То есть вот они. Ну, мне они безумно понравились, как они смотрятся на вики, как они сидят на вики. И я, если честно, даже пожалела, что я в ЦУМе практически 20 тысяч просадила на леггинсах и колготках. Просто хорошая мысля приходит опосля, как у меня любит папа говорить. Да. А, и кстати, и кстати, вот тут сейчас вы видите, что мы папе заказали кофту. И вот эта кофта, лапша, ему очень подошла. Вы не находите? Подпишитесь, как на моем папочке. Это не свекра, это мой папа. Смотрится кофта. Мне кажется, очень даже великолепно. Ну, и далее, немножечко разочаровалась. Это теплые колготки из бамбукового волокна, 120 ДЕН, артикул 81507, великоватый через чур. Через чур, да. То есть, значит, 72 бамбуковое волокно, 20 полиамид, 8 эластан. Они отличные, они хорошие, качество великолепное, но, конечно, к сожалению, великоватый пока векусе. Но знаете, что я подумала? Они же серенькие, они не красятся, ничего. Я их попробую запустить, стирать с полотенцами на 40 градусов. Мне кажется, что они подсядут и будут как раз. Потому что по талии, по попе прям идеально. Они с нее не спадывают ничего. Подкачала именно длина. Тут тоже нет ни пяточки, ничего. Но они не такие толстые, не такие плотные, как колготки вот 200 ДЕН, да. Все-таки 120 ДЕН полегче. Не всегда надо такие теплые, которые я заказала. В общем, моя позиция, думаю, вам понятна. Далее, смотрите, что я урвала. Их так давно не было на складе, а я их просто обожаю, люблю, ценю и уважаю. Поэтому я заказала раз, два, три, четыре, пять, шесть упаковок. Шесть, семь, восемь, девять. Девять упаковок шелковистых носков. В каждой упаковке по две пары. Я без них страдала, потому что в магазине таких качественных носочков абсолютно было не найти. Я вам клянусь, каких только я не покупала. Наши носочки самые крутые. Даже в стиральной машине их стираем. Капроновые. И с ними ничего не становится. Артикул 80414. Единый у них идет размер. Состав 85, полиамид 15, эластан. Они крепкие, классные, хорошие. Так как я их все взяла себе. Могу распаковать, показать. То есть вот они так проложены. И вот такие вот две пары обычных носочков. Клевых, классных. Да, то есть тут просто шовчик. Да, ну это внутренний шовчик получается. Они реально клевые. И даже если вы зацепитесь, вот это вот, оно очень медленно едет и очень медленно рвется. Шикарно, когда вы надеваете джинсы и туфли. Вообще шикарно. Очень хорошо смотрится. И вообще очень часто они мне и для обзоров, кстати, нужны. Ну и просто так носить. Следков, к сожалению, в компании Faberlic нет. Но хотя бы есть такие вот шикарные носочки. И черные. Точно-точно такие же черные носочки. Смысла нет их разворачивать, да. А с артикулом получается 80415. Тоже шикарные. Пока есть, берите, не упускайте. Пригодятся. Пригодятся. Очень-очень пригодятся. Бежали дальше. Что из не новинок. Это средство для очистки духовок и плит. Именно свежесмятый. Артикул 30120. Очень нам понравилось. Стали его заказывать. Прям даже пока его не было. У нас его вообще не было в наличии. Мы попробовали много других средств. Но только это хорошо чистит нашу плиту, духовку и так далее. Средство для очистки стекол и зеркал. Зеркал у нас много. Поэтому я заказала 10 штук. Сюда поставила 2. Артикул 11048. Этого средства у нас всегда уходит очень много. Далее. Новиночки. Каталога номер 1 уже. Вообще новинок в каталоге номер 1 было очень мало. Но они наикрутейшие. Наикрутейшие. Особенно меня порадовала гепатофорты. Вот особенно. Но о нем немножко попозже. Вот значит. Ну вот эта вот линейка. Она зимняя, лимитированная, я так понимаю. И у нее несколько видов шампуней. Так, первый шампунь у нас идет бальзам 2 в 1 для всех типов волос. Вот смотрите. Он такой прозрачный. У него обалденный аромат. У всей линейки обалденный классный аромат. Вот такой вот он, видите, прозрачный. Что понравилось, да? То, что он очень-очень экономный. Из-за того, что он экономный, получается, его на очень долго хватит. Это во-первых. Во-вторых, он идет 380 миллилитров. То есть он большой. Это во-вторых. Но после вот этого вот шампунь-бальзам 2 в 1, вот видите, да? 2 в 1 написано. И бальзам, и шампунь. Но все равно волосы грубоватые. Волосы просят или маску, или бальзам, что-нибудь. То есть промывает он хорошо с первого раза. Причем все шампуни промывают хорошо и с первого раза. Далее поехали с вами. Универсальный шампунь для всех типов волос. У меня и мылась мама. Не я, мылась маме. Он очень понравился. Она сказала, что классно, здорово. Но из-за того, что в принципе от всей линейки поскрипывают волосы, он отличный, но масочку просит. Артикул 0190. Значит, вот этот 2 в 1, 0189. А вот этот 0190. Вот. Главный секрет севера внутри и снаружи. Я почувствовала, как он хорошо ухаживает за кожей головы. Волосики такие, знаете, пушистые, блестящие. Но не пушатся так вот, чтобы вообще пушиться, да. Далее. Вот этот шампунь мне понравился больше всех. Питательный шампунь для сухих и ломких волос. Конечно, волосы поскрипывают. Он промывает идеально. С первого раза я чувствую вот этот вот скрип, вот это вот все. Но волосы не как гнездо, понимаете. Не как гнездо. Они нормальные. Их можно даже после шампуня, их после всех расчесать. Вот если это сравнить с BIC. Вот. Артикул 0193. Они все до единого прозрачные. Все классные. Вот. Так. Шампунь-бальзам. Да. То есть, ну вот видите. Даже шампунь-бальзам это прозрачный. Так. Значит, этим папа мылся, этим мама мылась. Всем до единого понравилось. Еще раз повторю. Только папа сказал, что вот волосы грубоватые после него. То есть, ему больше нравится, чтобы волосы были помягче. Они такие прям грубые. Но они у него, во-первых, седые. Во-вторых, очень густые. У него бьющаяся шевелюра. И, конечно, ему было очень тяжело потом их расчесать. Потому что он не любит сильно короткие. И сказал, что, блин, говорит, больно уж жесткие. Так. Следующий шампунь. Получается интенсивно очищающий шампунь для жирных волос. Он очень понравился моей дочери. Ну вот смотрите, да. Чем они отличаются? Только полосочками. Да. Только вот полосочками. Я, Катя, говорю, запоминай. Желтая полосочка твоя. Артикул 0191. Вот. Шикарный шампунь, как она выразилась. У нее еще подружка в гостях была. Я говорю, а ты хочешь протестировать? Она говорит, давай. И вот они вдвоем помыли голову. Я, конечно, интенсивный. Еще и для жирных. Не стала использовать на своей пережженочке. Да. Я обесвечиваюсь уже много лет. Я не могу сказать, что я могу себе позволить вот такими шампунями мыть. И чтобы у меня потом волосы там, да, то есть не начали. Не то, чтобы отпадывать, а то, чтобы быть пересушенными. Потом их восстанавливать сложно. Зачем пересушивать и без того пережженные сухие волосы. Согласитесь, да. Вот. Вот Кате и вот этой девушке, у них у Абдеев очень жирные волосы. И плюсом ко всему натуральные. То есть не крашеные, не порченные ни разу. Обеим этот шампунь очень понравился. 0,191. Сказали, обалденная штука. Катя сказала, израсходует с удовольствием. Говорит, прям. И они обе очень выделили аромат. Что аромат безумно прекрасный. Он яркий, он сильный. Но вот эта вот морожка, это просто супер аромат. Ну и следующий шампунь. Восстанавливающий шампунь для поврежденных волос. Им тоже мылась я. Артикул 0,192. Отличный шампунь. Даже сохраняет структуру волоса. То есть если волосы вились, они вьются. Если волосы прямые, то они такие гладенькие, блестящие, рассыпчатые получаются. В общем, супер-супер. Промывают. Вот седы единого. Прямо капельку надо маленькую. И уже гора пены. Очень-очень удобно. Далее. Восстанавливающий бальзам для поврежденных волос. Да. То есть вот такая вот оранжевая штучка. Полосочка. Конечно же, все по-английски написано. Блин, мы живем в России. Да, но тут по-русски. Вот. Нанесем на влажные волосы. Держим 1-3 минуты. Затем тщательно смываем водой. Полностью хватило. После мытья головы я сегодня делала причесочку. Потому что снимала для вас ролик. И после мытья головы. После вот того, как я воспользовалась этим восстанавливающим бальзамом для поврежденных волос. Я просто нанесла термоспрей на волосы. Для того, чтобы шла завивка. 150 миллилитров он идет. То есть, если шампунь 380 весь, то этот 150. Но он тоже довольно-таки экономичный. Мне понравилась его экономичность. Так. Ну вот смотрите. Вот этим бальзамом пропользовалось 3 человека. Ну и я могу сказать, что половинка сохранилась. Половинка вот осталась. Этим бальзамом пользовался один человек. Значит, это универсальный бальзам для всех типов волос. То есть, я так понимаю, вот эта вот линейка. А вот эта вот, вот один на все. Какой бы вы ни брали. Ну, как я поняла. Может быть, что-то еще выпустят. Да, потому что оранжевый с рыженьким совпадают. И мне кажется, что может быть, что-то еще выпустят. Ну, помимо вот этого. Потому что этот, он идет 2 в 1 уже. Может быть, и что-то будет. Так. Значит, природа севера удивительна, уникальна. Под толстыми слоями суровых снегов таится настоящее сокровище. Ягода-морожка. Богатая витаминами и жирными кислотами, она способна восстановить поврежденную структуру волос, открывая тебе главный секрет севера. Красоту внутри и снаружи. Бальзам питает волосы по всей длине, придает им эластичность и блеск облегчает расчесывание. Да, действительно все так. Артикул 0194. Знаете, что я вам еще хочу сказать? Редко, когда бальзам, я оставляю на волосах, просто вот, да, смыла и пошла делать прическу. Очень редко. Вот этот бальзам я оставила. Обычно я еще могу нанести какую-либо сыворотку. Но тут сыворотка мне просто не пригодилась. Это круто. Это реально круто. И восстанавливающий бальзам для поврежденных волос тоже очень понравился. Мне кажется, что он еще круче, чем вот этот вот, да. У них идет 98% натуральных ингредиентов. Это тоже шикарно. Артикул 0196, 150 миллилитров. Что скажу про него? По консистенции он такой же, да, такой же. И чем он мне понравился? Тем, что, ну вот они, знаете, практически ничем не отличаются. Но этот менее такой слизенький, когда наносишь на волосы, а этот более такой, знаете, слизенький. Но смываются они оба великолепно, быстро, очень удобно. Как бы никаких нареканий нет. Маска. Масочка, она, конечно, более такая гостенькая, плотненькая. Да, на один раз мне хватило совершенно чуть-чуть. Разносится хорошо. Тоже такая слизенькая. У нее менее яркий аромат, нежели чем у шампуня. То есть шампунь так посильнее пахнет, это послабже. Так, артикул 0197. Она идет 150 миллилитров, но тоже очень-очень понравилась. Это идет питательная маска для сухих и ломких волос. Я так понимаю, вот эта маска идет вот к этому шампуню. Да, то есть вот это вот это, да. То есть вот сухие и ломкие волосы нам сказали, да, линейка сухие и ломкие волосы нам сказали, что вон бальзамы, пользуйтесь маской. Потому что уже сухие ломки, это говорит о том, что надо лечить. И тут только масочка. В общем, я довольна. Маску можно оставить на 3-5 минут, затем тщательно смыть водой. Она увлажняет, питает волосы по всей длине, да. Придает волосам силу и блеск, да. И предотвращает появление секущихся кончиков, пока не скажу. Вот, один раз воспользовалась, после этого сделала завивку. Ну, я не знаю. Вот, не очень-то добрая, я сегодня к своим волосам отнеслась. Далее, вот такие парфюмерные воды очень мне понравились. Так, значит, вода Брюн, наверное, она называется Брюн от Беси. Брюн 2020, еще на нее обзор не делала. Вот, честно сказать, водичка очень вкусная, приятная, легкая, но в то же время сильная. У нее такой интересный тут высокий колпачок. Да, мы привыкли, что прямо отсюда у Фаберли колпачок тут нет. Тут отсюда вот он идет. В общем-то, легкая, идеальная, классная, подойдет и взрослым, и молодым людям. Я не могу сказать, что аромат меня прям супер зацепил, но он приятный. Он очень приятный. Он, знаете, такой, какой-то, вы знаете, обычный, повседневный, классный, классический, мужской, с озоновыми нотками. Очень-очень приятный. Вот еще раз его ощутила, и действительно он мне понравился. Прям под настроение попал. Далее, аромат Галакси, или Галакси, скорее всего, артикул 61.14. Кстати, вот эта вода 30 малая, это тоже водичка 30 малая. Да, вот Галакси, по-моему, он как раз-таки идет сладкий, и мне не очень понравился. Да, он такой идет сладкий, с какой-то кислинкой непонятной, да, мне каким-то лимончиком пахнет. Я как-то вот не поняла его до конца, не могу сказать, что это мое, абсолютно мое, но мне показался этот аромат какой-то, знаете, слишком уж простой, какой-то вот такой недорогой, что-то вот такое, знаете, как даже выразиться. Ну, какой-то вот такой простецкий, односложенный, не очень-то мне понравился, да, то есть вот эта вот кислятинка какая-то, не знаю. Да, вот этот ароматик, конечно, наверное, это называется люмине, как-то вот таким образом, 61.15 артикул. Вот этот более-менее, он какой-то такой, знаете, свежий, цветочный, ну, такой, ничего, ничего, приятный. И аромат юниверс, артикул 61.16, этот аромат, прям, знаете, такая сластинка, вот сластинка и все. Так, по стойкости, да, то есть, знаете, что я сделала, это, наверное, впервые в жизни, а я этот нанесла на правую коленку, этот на левую коленку, это на правое запястье, это на левое запястье, да, и походила с ними сутки, сходила в душ, еще что-то. Вот этот аромат я чувствовала долго. Мужской я перестала чувствовать сразу же после душа, но часов 6-7 он точно продержался, я его чувствовала. Но уже через 3 часа аромат раскрылся, и шлейф у Брюна мне понравился, наверное, больше, чем сам. Но это аромат уже такой, знаете, получается, если сначала аромат там на всю комнату, да, то потом аромат уже такой интимный, на двоих, более легкий, но я его чувствовала, я его чувствовала. Я ходила весь день, нюхала мужа, можно так сказать, слушала его. Да, я ему за оба ушка нанесла, и весь день, весь день я ходила, вспоминала. Ну вот этот, наверное, больше всех мне аромат понравился, да. Да, вот, а вот этот все-таки чересчур сладкий, но он понравился моей дочери, да. То есть вот если эти два больше всего понравились мне, как-то вот более-менее, то вот этот сладкий понравился дочери, и вот этот дочери понравился. И она даже вначале не поняла, что он мужской. Она даже не поняла это, понимаете, и она говорит, да, это мужской, вот, говорит, я ошиблась. То есть ей аромат был до такой степени приятен, что она готова была уже протянуть руку, им пользоваться. То есть вот до какой степени он не навязчивый, что после того, как он выветрится, нереально различить, мужской он или женский. Хотя, в принципе, мне понятно, я сразу различила, ну, может быть, потому что я коробочки видела, а она нет. Вот, может быть, поэтому, конечно. Далее, вот этих кистей очень долго не было в наличии, и когда они появились, я взяла побольше кисточек, артикул 910-135. Это прям моя любовь. У меня кистей таких должно быть много. Значит, пять штучек у меня заказали под заказ, да, то есть вот это вот не мое, а вот три штучки я прям себе схапала. Хотя у меня есть три штучки еще, уже открытые, несколько раз постиранные, но вот эти я схапала, пусть они у меня новые лежат. Вот опять штучек меня заказали, такую красоту. Далее, конечно, вы часто видите кисти у меня в обзорах, и у меня взяли именно вот эти кисти, девчонки, визажисты, им понравилась именно эта кисть. Они сказали, что очень шикарно и действительно растушевывать тени, наносить тени, делать подложку теней. Хотя я такими кисточками, честно вам скажу, полностью могу сделать макияж, потому что она широкая, она большая, и мне нравится. Почему мне нравится, потому что у меня очень широкая века, и вот, так, значит, я уже накрашена, но я вам хотя бы слегка покажу. Значит, вот эта палетка у нас идет 57-42, такая вот хорошенькая, клевенькая палеточка, да, и когда вот я беру какой-нибудь темный оттенок, давайте вот возьмем с вами коричневый, да, только что при вас, она до такой степени классная широкая. Видите, я когда расслабляю века, у меня как будто и тени не нанесено. Я вот таким вот образом могу прямо идеально подкрасить глаз, да, то есть подкрасить, и потом, получается, я могу его растушевать без каких-либо проблем. Мне вот это, конечно, очень нравится в этой кисти, я прям, честно вам скажу, я с нее, с этой кисточки кайфую, очень кайфую, и прям довольна. То есть, видите, сразу же раз, и разношу вот так вот сюда, да, ставлю, как бы получается, бочоночек. Ну, на накрашенное, конечно, плохо, помеха справа, да, вот минус работы дома, когда кто-то может зайти и с тобой поболтать, да, то есть вот таким вот образом. И получается и растушевочка красивенькая, и все здорово и классно, да, то есть вот прям идеальный такой, ну, я бы так сказала, вариант, когда действительно удобно, да, видите, сразу же все века покрывает, и действительно удобно наносить, да, ну, фиолетовый он высветляет, я вам просто показываю как пример, да, как пример кисти, вот, и она как раз вот такого размера, который мне нужен. Видите, века тяжелая, и когда я наношу таким образом, то получается сразу же, да, вот все века, поэтому, ну, идеальненько так, поэтому вот несколько кисточек у меня заказали, несколько я оставила себе в запаснике. Отличные кисточки, отличнейшие. Еще хочется вам сказать, что я с превеликим удовольствием заказала третий раз уже артикул 1897, эликсир, который питает, укрепляет, восстанавливает стекущиеся волосы, запаивая их на кончиках. Это просто находка, это до такой степени находка, вот, прям, у кого поврежденные волосы, я вам его очень-очень-очень рекомендую, да, то есть он, сейчас, это он новенький, то есть такое вот полумасло, которое, когда впитывается в волосы, оно не склеивает ничего, ну, если, конечно, полтюбика не вылить, то идеально. Это наша новая линейка масла Анлы, в общем, обалденная штучка, обеспечивает интенсивное восстановление без эффекта утяжеления волос. Если вы его прям много-много нанесете, да, волос мало-мало, да, то есть, то, конечно, утяжеление будет, поэтому все в меру отличнейший. Отличнейший, он очень экономный, потому что очень питательный, понимаете, вот прям очень питательный. Далее, не выдержала моя душа, захотела я вот такие вот классные штуки на себе испробовать, да. Значит, это, во-первых, аромамасло с шариковым аппликатором, которое создает ощущение комфорта и гармонии, пробуждает женственность и чувственность, придает уверенность, стимулирует творческий потенциал, помогает создать притягательную романтическую атмосферу. Это я заказала себе, поэтому я могу его открыть. У него действительно такой приятный ароматик. Это маслица, которое можно наносить на сгиб локтя, на запястье, да, то есть за ушки, на шейку и так далее. И будет здорово и классно. Прям понравилось, прям пять с плюсом, поэтому заказала в запасничке. Думаю, ничего страшного, что я его еще раз вскрыла. Конечно, можно было старую упаковочку, да. Ну, тут меры предосторожности. Первым применением проведите тест на индивидуальную непереносимость. Ну, все-таки натуральные. У кого-то на мед бывает аллергию, у кого-то на что-то. У меня, по идее, ни на что практически аллергии нет, кроме красного перца. Я его не могу кушать. И следующий аромат, это артикул 1294. Он, опять-таки, идет как аромамасло тоже с шариковым аппликатором для использования в периодах холодов. Активирует внутренние ресурсы и повышает общий тонус. Тоже шикарно, тоже классно. Такой у него тоже обычный вид, вид обычного масла. И тоже очень-очень вкусно пахнет. Реально вкусно. Мне вообще нравятся ароматы масел. Я их люблю. Очень люблю. Вот. Поэтому прям с удовольствием буду расходовать. Далее, 70% скидкой. Свой любимый парфюм. Большая версия. Лиса Радикул 3069. Вы знаете, что у нас появилось 15 малые. Как новинка в прошлом каталоге. А в этом каталоге я взяла вот 70% скидкой. 3069. Нежный, легкий, чарующий, классный, суперский аромат. Далее у нас с вами появилась Хепата Форте. С артикулом 15759. Это смесь масляных растительных экстрактов. Сейчас мы с вами загуглим ее на сайте. Потому что аннотация там очень такая шикарная. И, конечно же, сложно вот так вот взять и все про него выучить. Да, 444 рубля он по моей цене. Он пока, видите, идет со значочком VIP. Но скоро он будет в первом каталоге доступен всем-всем при всем. Ну, сначала я вам покажу, как эти капсулки выглядят. То есть их абсолютно удобно пить. Они не безвкусные для вас будут, если вы их не будете раскусывать. Я их не раскусывала, не пробовала. Но там очень такой хороший состав. Хорошо почистит. Хорошо будет чистить, да, то есть печень. Значит, фитополис – это зеленая серия здоровья в составе натуральной растительной компоненты, обладающей полезным действием на наш организм. Натуральность в основе только натуральные травы, ягоды, растения. Традиционность – это традиционные растительные рецепты здоровья, сделаны в России. Итак, гепатофорте – это смесь масляных экстрактов в капсулах для поддержания печени. Значит, для поддержания печени в непростой жизни современного человека, наполненной рафинированными продуктами питания, искусственными добавками, печень принимает на себя значительные нагрузки. В продукте содержатся экстракты овса, одуванчика, лопуха, тысячелистника, перечной мяты. И такое сочетание помогает поддерживать работу печени, а также устранять нарушения в ее работе и поджелудочной железе. Травы в составе являются природным гепатопротектором, обладают сильнейшими очищающими свойствами, выводят шлаки, токсины и оказывают противовоспалительные действия, предотвращают возникновение токсичных веществ в клетке печени, ускоряют процесс регенерации клеток, налаживают работу печени и ее функции, избавляют организм от вредных веществ, приводя в тонус, удаляют нежелательный холестерин, повышают иммунитет и защитные функции организма. Вот такая вот классная штука. Серия Фитополис, страна Россия, вес 48 грамм, срок годности 2 года с даты изготовления. И в составе 60 капсул по 450 мг. Тут вот, как вы видите, идет состав. Все написано по-русски, что приятно. И как применять взрослым, а применять по 2 капсулы в день, запивая стаканом воды. Значит, вот эту новинку, смотрите, я взяла, значит, вот это все она, значит, себе, себе любимой, Антошке, своему мужу, папе, еще одному папе, маме, еще одной маме, да, взяла, ну и, в принципе, одна в запасничке уходит. Я не знаю, я еще врача не спросила, можно ли Вике, но я думаю, что я не буду ей давать, все у нее и так в порядке. Ребенку хватит резина, лицетина, что-нибудь такого. Вот, а я еще хочу остановиться на омега-3 форте. Это омега-3, именно в чистом виде омега-3. У нас, значит, с вами есть омега-369, а это именно омега-3. Тут также 60 капсул идет, очень удобной форме. Можно пить, раскусывать и так далее. Стоит она 480 рублей по моей цене с 26% скидочкой. И та же самая аннотация, да, омега-3 оказывает огромное влияние на организм человека. Они важны для полноценного кровообращения, правильной работы головного мозга, хорошего обмена веществ. Также омега-3 обладает противовоспалительными свойствами, поддерживает активность лейкоцитов, улучшает вязкость крови, повышает энергию, стимулирует иммунную систему, укрепляет защитный барьер от вирусов и бактерий, снижает концентрацию гомоцистиина, аминокислоты, которая накапливается в организме и приводит к образованию тромбов. Вот это очень важно, особенно для тех, кто курит, пьет кофе много, мало двигается, малоподвижный образ жизни, мне кажется, даже вреднее, чем кофе. Ну, это я так уже от себя придумала, не слушайте меня. Давайте посмеемся. Значит, при употреблении БАД в рекомендованных количествах организм будет поступать в биологически активные вещества 2 капсулы, 4 капсулы, 6 капсул. Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, в том числе 600 мг 30%, 1200 мг 60%, 1800 мг 90%. Далее, для печени. Значит, полиненасыщенные жирные кислоты помогают образованию, которое защитает печень от воспалений, также уменьшается рексфиброза, цирроза, наразумизуется синтез коллагена в печени. Для волос. Питают, укрепляют, также стимулируют утолщение и рост, оздоравливают кожу головы, кроме этого уменьшается воспаление волочных фолликулов, что помогает против обильного выпадения. При недостатке омега-3 волосы выглядят тусклыми, сухими, теряют эластичность и блеск. Омега-3 весьма полезны для кожи. Жирные кислоты обладают противовоспалительным действием, за счет чего борются с акне, хроническими дерматитами, ускоряют заживление ран, заживляют кожу от негативного воздействия окружающей среды, замедляют процессы старения, улучшают цвет лица и делают его сияющим. Другие полезные свойства омега-3 жирных кислот, они устраняют сухость и шелушение кожи, удерживают в ней влагу, препятствуют преждевременному появлению морщин. Вот так вот, да. И далее, для сердца. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты снижают риск развития астерокресклероза, простите, ишемической болезни сердца, инсульта, инфаркта, миокарта, тромбоза. Полезны в восстановлении, в становительный период после сердечного приступа. Они нормализуют артериальное давление, очищают сосуды от плохого холестерина, за счет чего задерживают образование холестериновых бляшек. Далее, для суставов омега-3 поддерживает здоровье суставов, препятствует развитию остеопороза, жирные кислоты снимают воспаление, борются с потерей костной массы, также они облегчают боли в суставах, помогают уменьшить симптомы ревматологического артрита, при артрозе замедляют процесс разрушения сусновного хряща. Божечки ты мой, какая крутая штука! Так, две капсулы, вот что содержат две капсулы, в упаковке 60 капсул. Значит, можете поставить на паузу и почитать. Далее, значит, объем 150 млс, страна Россия, серия Фитополис. Вот состав. Вот состав. Значит, взрослым и детям, старше 14 лет, принимать по две капсулы, от 1 до 3 раз в день во время еды. То есть, да, и мы с вами в самом начале считали, что такое 6 капсул в день, это 90, да, процентов омега-3 и вот этих вот двух кислот. Вот такая вот классная штука. В общем, я не медик, поэтому зачитала, как она есть на сайте. Ну и, конечно же, еще у нас с вами есть Q10. Ну, Q10 это уже получается чисто такая, знаете, работа для сердца. Это очень такая крутая, шикарная тоже штука, но они, мы с вами говорили, что она вырабатывает энергию на клеточном уровне. То есть, не то, что вы выпили пару капсул и запегали, а то, что она именно продлевает срок жизни клетки. А мы полностью все состоим из клеток, да, то есть наши внутренние органы состоят из клеток, сердце, да, кожа, глаза, все из клеток состоит. Поэтому таким вот образом Q10 тоже нужно периодически хотя бы принимать. Артикул 157-23. Когда я слушала лекции по Q10, я вам скажу честно, сказали, что можно их кушать только после еды. Вот это тоже только после еды, полиненасыщенная жирная кислота. И все жиры, в принципе, мы кушаем после еды, да. Вот, например, лецитин и лизин, вот которого у нас нет, его нужно до еды кушать, вот как мне мой врач говорит, да. А вот это все после еды нужно кушать, да. Вот такие вот они яркие, Q10. Что получается? Значит, тут идет 30 грамм их. Артикул 157-23. Вот штучек тут, наверное, А, 60 капсул по 0,5 грамм, да. Вот состав тут идет масло и ниное холодного отжима, желатиновая капсула, желатин, благоудерживающий агент, вода дистиллированная, масло зародышей пшеницы, коэнзим Q10 и витамин Е. Ну, то есть все, что нужно, в принципе, для молодости и для поддержания жизнедеятельности наших клеток. Тоже взяла мама, папа, мама, папа, я, Антон и Катя. Дальше очень приятный сюрприз. До меня доехало почему-то два, хотя я вечно заказываю три, и они сейчас по акции только купить, и будет скидка, но пришло только две, остальные удалились из заказа, в общем, заколебалось. Значит, что скажу про лесные грибы? Это наш новый полезный продукт. Соус лесные грибы с натуральными пищевыми волокнами, без сахара, с солью с пониженным содержанием натрия, с содержанием коллагена. Масса нет, а 250 грамм. Артикул 16125. Очень вкусно. Он такой идет грибной, но немножечко с кислиночкой, если честно сказать. И вот эта кислиночка лично мне очень-очень приятна. Ну, вы меня знаете, я не совру. Папе они безумно понравились. Он говорит, давай уже нам, давай уже в холодильник клади. Я говорю, нет, пока не сниму обзор, не отдам. А то вы съедите, я буду один пустой пакетик снимать. Да, с нашей семьей это реально. Прям взяла обязательно ватный диск. Ой, много, да, выдавилось. Вот такой вот грибной, да, не густой, не жидкий. Думаю, что вам так будет удобно. Очень много выдавила. И соус сливочный сыр, он тоже мне показался безумно вкусным. Ну, во-первых, да. Во-вторых, он, смотрите, какой яркий, густой, очень густой. И он, знаете, на что похож? На какой-то сливочный плавленый сыр. Вот, очень похож. Только плавленый сыр, он погуще, а этот немножечко, все-таки слегка, да, течет, немножечко погуще. Тоже очень-очень приятный. Оба вкусные, классные. Ну, что ж, ждем чесночный. Я его заказала, заказ утвердила. Ну, может быть, он не удалится и придет. Будем на это надеяться, потому что я его заказать, к сожалению, не смогла. Далее, к Новому году 10 пачек я заказала провансали оливкового. Я его уже брала 10 пачек, но я вам сколько раз рассказывала, что у меня просто все скупают соседи. Для тех, кто не знает, майонеза у нас два вида. Я беру оливковый чаще, потому что у меня больше мужчины едят оливковый. А я к майонезу, если честно, абсолютно равнодушна. Хотя я люблю всякие салатики под шубой и так далее. Зимние, любье, да, то есть гранатовый браслет. Они все идут с майонезом. И вот тогда я отрываюсь, я кушаю салаты с майонезом. Далее, вот эта соль, она, у нас с вами вообще много всяких солей, там даская, подкопченая и так далее, много-много. Я беру обычную соль, простую. Она тоже с коллагеном, с пищевыми волокнами. Я беру по 10 штучек. У нас есть такая стеклянная туба. И туда как раз 8 штук влазит. И две в запасники. И одна вот прямо так вот, без всяких салонок, без всего. Хотя я купила салонку от Фаберлик, и она так и стоит теперь ненужная. Так вот и оставляю на столе. Есть три отверстия, кому какое нравится. Побольше, поменьше. Кстати, часто спрашивают, как открыть. Открывается легко. Сюда вот надавливаете. Эта штучка проваливается. И дальше вы крутите, какое вы хотите поставить. Ну, то, что она сверху заклеена, это то, что до вас ей никто не пользовался. Тоже эта штукенция нужна. Так, артикул у соли 161,46. Мы ей пользуемся давно. Нам нравится. Знаете, я еще суп варю, я сомневаюсь. А может там весь коллаген разрушается, когда при кипячении. Но когда мы солим, допустим, салат, оно же уже ничего не разрушается. Там уже он не идет в термической обработке. Так ведь? Заказала такие вот наклеечки. Артикул 78,66. Я вам уже показывала. Это другие наклеечки. Тоже от компании Фаберлик. Но другие наклеечки. А эти я взяла в запасники, потому что они мне очень понравились. Шикарные. Я их прямо... Мне мастер их делает под гель-лак. Она их похвалила. Говорит, очень удобно. Я взяла еще. А вдруг потом не будет. Ну, надеюсь, что будет. И, может быть, будет даже лучше и круче. Но вот эти мне прям хочется еще раз потом сделать когда-нибудь. И, ну, что они лежат. Хлеба не просят. Места не занимают. Поэтому взяла. Далее. Хочу пропить вот такую вот хлореллу спирулином. 200 штучек. Артикул 157,57. В составе идут водоросли сушеные, спирулина, водоросли прессованные хлорелла. Вот. Диоксид кремия и целлюлоза. Микрокристаллическая. Это носитель. Вот. Взрослым по 6 порций в день перед едой нужно запивать стаканом воды. Классно. Классно. Суперски. Вообще великолепно. Я в прошлый раз пропила, прям почувствовала такой прилив энергии. Ну, вот что-то, видать, вот с этими витаминами, жирами, всем. А вот в водорослях было что-то такое, что мне пригодилось. Так. Ну, и последние три вещи. Пилка. Ой, господи. Не пилка, а пинцет. Пинцет от Фаберлик 95,76. Походу, я один оставила в поездке. Очень жаль, но оставила. И вот такие вот парочку альгинантных масок. Честно вам скажу, зашли маски. Артикул 10.10. Действительно увлажняет, подтягивает антиоксидантные действия. Цвет лица меняется. В общем, очень понравилось. Даже если я ее нанесу там нечаянно на бровь, на волосы, она ничего не приклеивает. Я уже, в принципе, вам это показывала. Поэтому я прям довольна показать еще раз. Может быть, еще это видео и не вышло. Но оно выйдет, скорее всего, потому что я его заказывала. И стараюсь каждые три дня видео публиковать. А то меня уже смотреть люди перестали. Скажут, что она у вас с ума сошла. Но видео очень много на данный момент выпускается. Потом, конечно, будет намного меньше. Потому что сейчас идет объединение Беси с Фаберлик. И постоянно появляются новые продукты.